Мужчина не держит и не отпускает. Почему? И как реагировать женщине? Как не надо реагировать? И как правильно расценивать мужское поведение? Мужчина то появляется, то исчезает. То он пишет и обещает какие-то золотые горы, говорит, что я ему нравлюсь как женщина, а потом пропадает на две недели. Мужчина меня не уважает, мужчина меня вытирает ноги, он меня не ценит, он ничего для меня хорошего не делает. Какие его мотивы? Сознательные и бессознательные. Он хочет вернуться. Это прекрасно то, что он хочет. А чего хочешь ты? Меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Почему я решил записать видео на эту тему? Потому что в моем инстаграм я регулярно получаю подобные вопросы. Ярослав, что делать, если мужчина не держит и не отпускает? Ярослав, что делать, если мужчина сам стал инициатором разрыва, либо же развода, и прошло некоторое время, и теперь он начинает писать, или начинает звонить, или снова желает восстановить отношения. Или же, если это какая-то начальная стадия знакомств, мужчина то появляется, то исчезает. То он пишет и обещает какие-то золотые горы, говорит, что я ему нравлюсь как женщина, а потом пропадает на две недели и снова появляется через две недели. Или же частая ситуация, когда между мужем и женой отношения стали не очень, и возможно даже муж и жена живут раздельно, и муж явно несчастлив в этих отношениях. И казалось бы, ну если мужчина несчастлив, то зачем тогда мучиться, почему же он не разведется, почему же он не примет решение разорвать эти отношения. Но при этом мужчина может жить отдельно от девушки, отдельно от жены, быть недовольным в отношениях, жаловаться на свою жену, говорить, что она плохая, говорить прямо, что он несчастлив, но при этом почему-то разводиться он не хочет. То есть он не держит и не отпускает. Как же это расценивать? Что делать? И в этом видео я хочу раскрыть с разных сторон. То есть с одной стороны я хочу вам показать, как мыслит мужчина, какие его мотивы сознательные и бессознательные. И мы следующим пунктом перейдем к поведению женщины, к мотивам женщины. А что же движет женщины? Почему в ее жизни такое происходит? Почему возле нее мужчина, либо же мужчины, которые не держат и не отпускают, и которые не могут принимать каких-то твердых решений касательно отношений с этой женщиной? С вашего позволения начнем с мужских мотивов. Что же движет мужчиной, как он мыслит, чего он хочет и чего он точно не хочет? Первое, это мужчина надеется, что женщина изменится. Знаете, любого человека можно разделить на его темные и светлые стороны. И также мужчина, он может быть влюблен, ему может быть нравятся твои женские светлые стороны, но есть некие темные проявления, которые мужчину смущают, которые мужчину останавливают. Вот вроде бы он тебя любит, вроде бы готов делать многое, и какая-то очередная ссора, и мужчина остывает, и мужчина уходит в себя. Но при этом у него все еще есть к тебе симпатия. И получается, его мотив это то, что он надеется, что женщина изменится. Он надеется, что темные женские стороны исчезнут, проработаются, либо он как-то постарается, и светлых сторон в женщине станет больше, чем темных. Я считаю, что это хороший мотив. В целом, это не такой плохой мотив, как те, которые буду перечислять выше. И в таком случае, конечно же, у женщины есть, так сказать, все шансы для того, чтобы сделать отношения эти лучше. Для этого ей нужно сконцентрироваться на себе. Возможно, ей нужно в себе что-то проработать, возможно, в чем-то стать лучше. Но опять же, не ради мужчины, не ради отношений, а в первую очередь для себя. Не нужно что-то делать ради отношений, ради мужчин, и даже не нужно делать что-то ради детей. В первую очередь, нужно делать для себя. И тогда у вас будет ресурс, силы, энергия для того, чтобы не жертвовать собой, а делиться тем хорошим, что у вас есть внутри. Следующий возможный мотив. Мужчине важно иметь некий приют, некий запасной вариант. Да, он уже себе внутри решил, мне с этой женщиной не по пути. Он внутри себе уже решил, что эта девушка мне не нравится. Я понимаю, что с ней я не хочу быть долгосрочно. Но при этом он держит ее как запасной вариант. А вдруг я пойду сейчас искать другую девушку, или же пойду, буду пытаться строить другие отношения, и у меня не получится. Да, она мне не нравится, но вдруг я никого лучше нее не встречу. А вдруг я останусь одиноким? А вдруг я останусь кому-то ненужным? Он чувствует некие риски, некие страхи и опасения, и поэтому он на всякий случай сохраняет некий запасной вариант приют. А что такое приют? Это то, куда можно вернуться всегда. Приют это то пространство, то место, где тебя примут всегда и любым. Следующий мотив и возможная причина мужчин. Банально, мужчина сам не знает, чего он хочет. И знаете, часто вы тоже спрашиваете в инстаграм, в комментариях под моими видео, такой вопрос. Ярослав, а вот что мужчина хочет, когда вот так себя ведет? А зачем он что-то делает? И девушки, женщины, они ожидают от меня увидеть, услышать какой-то структурный ответ, где я объясню четкую, конкретную, логическую последовательность, почему именно ее мужчина что-то зачем-то делает. Но правда в том, что многие мужчины, немалое количество мужчин, они сами не знают, чего хотят, у них нет цели, у них нет логической цепочки, какой-то последовательности мышления, в рамках которого они живут. И поэтому сегодня ему чего-то там захотелось, ударило что-то в голову, сегодня он соскучился, он написал тебе и сказал, как он соскучился. Завтра ему написали друзья, ему уже не скучно, он про тебя забыл, и ты ему уже не нужна. Если вы смотрите это видео, значит вам небезразлична тема психологии отношений. Именно поэтому я приглашаю вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы будем разбирать такие темы. Как перезагрузить непонятные отношения, и стоит ли вообще это делать? Как привлекать достойных мужчин в вашу жизнь и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? И чтобы все было классно не только во время конфетно-букетного периода, а столько, сколько вы захотите. Прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео и успейте записаться бесплатно. До встречи! Во многих вариантах бывает такое, что банально, но мужчина сам не знает, чего он хочет. То есть он незрелый, и независимо, сколько прямо сейчас ему лет. Ну а если вы привлекаете незрелых мужчин, задайте вопрос себе. А что во мне такой классной девушке нравится незрелым мужчинам? Или что мне такой классной девушке нравится в незрелых мужчинах? Следующий мотив возможный, это когда ему с женщиной плохо, но без нее еще хуже. Вот да, она ему выносит мозг, да, он с ней несчастлив, да, она, например, по его мнению, от него слишком много чего требует. Или вечно ей не хватает его внимания, и он не может ей дать этого внимания. Либо он чего-то от нее хочет, она это ему дать не может, потому что она не является такой девушкой, которая может дать то, чего хочет этот конкретный мужчина. Ему с ней плохо, но проблема в том, что без нее ему еще хуже. И вот этот страх остаться одному, вот этот страх погрузиться в одиночество, ужасное одиночество, в котором ему будет очень плохо, заставляет его быть в несчастливых отношениях. И такую тенденцию мы тоже можем видеть у многих девушек. Часто это звучит так. Ярослав, мужчина меня не уважает, мужчина меня вытирает ноги, он меня не ценит, он ничего для меня хорошего не делает, как мне этого мужчину изменить, как мне это улучшить, или почему так, за что так. И первый вопрос, который мне интересен, а если этот мужчина такой плохой, зачем ты это терпишь? При этом я не призываю к резкому расходу, просто я хочу услышать женский мотив, зачем ты это терпишь? И зачастую женщина терпит недостойные отношения к себе, потому что ей одной гораздо хуже, чем с мужчиной в недостойных отношениях. То есть в плохих отношениях ей плохо, но одной ей еще хуже. И поэтому она выбирает быть лучше в плохих отношениях и пытаясь, конечно же, рихтовать мужчину при этом. Следующая возможная причина. Этот мужчина тиран, либо же современное модное слово, абьюзер. Часто это бывает даже среди обеспеченных мужчин. Я знаю пример такой нашей ученицы. Она пришла с такой проблемой на бесплатный курс, потом на путь женщины. Она говорит, что Ярослав, мужчина сам от меня ушел, он сам расстался, при этом прямо сейчас он меня обеспечивает. Он снимает мне квартиру, он купил мне машину, ежемесячно он меня обеспечивает. Но при этом он мне говорит, что если я узнаю, что ты встречаешься с другими мужчинами, что ты ходишь на свидание с другими мужчинами, флиртуешь с ними, или ты пытаешься строить отношения с другими мужчинами, я перестану тебя обеспечивать, я перестану тебе давать то, что я тебе сейчас даю. И это он не просто говорит как спокойное условие, это как некая угроза. Скажите, как вы думаете, в таком варианте мужчина заинтересован в счастье женщины? Ну, как бы не очень. Скорее всего, ему доставляет удовольствие иметь некую власть над женщиной. Он прямым текстом говорит, что у него уже другие отношения, и с ней он не собирается быть. Ему нравится иметь некую власть над женщиной таким способом, как бы держа ее на поводке, как бы делая ее зависимой от него. Можно ли назвать это здоровым? Можно ли сказать, что этот мужчина заинтересован в счастье этой женщины? Конечно же, нет. В первую очередь, он заботится о себе. Он питает какие-то собственные потребности, и, конечно же, за это платит деньгами этой девушки, с которой он давно расстался, и с которой он не собирается быть вместе. Я думаю, что я прошелся по основным мужским мотивам. Если я чего-то не учел, пожалуйста, поделитесь под этим видео в комментариях. И если вы сталкивались с подобными мотивами, поделитесь тоже, пожалуйста, в комментариях. Для меня это ценно. И дальше мы перейдем к женским мотивам. Какие же женские мотивы того, что женщина все это терпит, либо женщина это оправдывает? Или как так происходит, что девушка, женщина прекрасна, умна, образована, и вроде бы хочет в жизни всего наилучшего, то, чего она достойна, но получается как-то по-другому? Мотивов есть несколько, и мы будем разбирать здесь самые основные. Первое. Девушка надеется, что мужчина поменяется. Да, раньше он поднимал руку. Да, раньше он не зарабатывал, например, деньги. Да, раньше он не уделял достаточное внимание. И поэтому вы расстались по общей, либо чьей-то инициативе. Прошло какое-то время, и девушка все равно смотрит в зеркало заднего вида. Почему? Она надеется, что мужчина изменился. Потому что он тоже ей что-то обещает. Он подпитывает ее такую некую надежду своими обещаниями, своим хорошим поведением. И когда тоже я слышу такое на разборах в инстаграм, такой вопрос, а сходиться мне с мужчиной или нет? А стоит или нет? А он точно поменялся или нет? Я всегда задаю вопрос, а для чего сходиться? А что там? Вы же по какой-то причине расстались. Ты же из чего-то ушла, да, из каких-то плохих отношений. На основании каких фактов ты решила, что будет по-другому? Единственный факт, это то, что мужчина такой хорошенький, обещает, что он поменялся и что все будет по-другому. Есть ли вероятность, что все будет по-другому? Есть, но она минимальная. Она равна той же вероятности, с которой можно выиграть в лотерею джекпот. И такое действительно иногда случается. Следующая причина, возможно, женщина сама не приняла твердое решение, чего она хочет. Как обычно тоже звучит вопрос. Ярослав, а стоит к ним сходиться или нет? А стоит к нему возвращаться или нет? А стоит ему верить или нет? Зависит от того, чего ты хочешь. Если у тебя есть четкое, конкретное понимание, чего ты конкретно хочешь от себя, от жизни, от отношений, от мужчины, тогда ты не будешь ориентироваться только лишь на желание. Вот он хочет сойтись, он хочет вернуться. Это прекрасно то, что он хочет. А чего хочешь ты? Что движет тобой? Так вот, если вокруг тебя есть мужчины, которые хотят к тебе вернуться, либо же мужчина, это отражение того, что ты сама не приняла твердое решение. Этот мужчина лишь отражает твою некую внутреннюю неустойчивость. И частый пример бывает, когда между мужчиной и женщиной плохие отношения. Они могут быть уже мужем и женой, но у них плохие отношения. Постоянные ссоры, постоянные войны. И женщина ждет, когда мужчина сам к ней придет и скажет, все, мы разводимся. Вот она ждет от него решение. И ей непонятно, ну как это так? Ему не нравится, а он не приходит с предложением развода. А он не принимает четкое решение о разводе. Хорошо, он не принимает четкое решение, а ты приняла это четкое решение. То есть получается, я вижу, что женщина перекладывает ответственность на мужчину за принятие решения. То есть она сама не уверена, сама не знает, чего она хочет, то ли сохранить семью, то ли разводиться. И она ждет и говорит, а что он сам не придет и что-то конкретное не скажет. Но это его безответственность. Это у него свои какие-то мотивы, у него какие-то свои нюансы, которые мы перечислили в первой части этого видео. Если вы требуете твердости и решительности от вашего партнера, убедитесь, что эта твердость, я говорю не жесткость, а внутренняя твердость, есть в вашем решении и в понимании, чего вы на самом деле хотите. И чего вы точно не хотите. Следующий возможный мотив, женщину все устраивает. Ей комфортно, ей нормально. Да, мужчина делает что-то плохое. Да, он не идеальный. Да, он не держит, не отпускает. Но есть какие-то выгоды, положительные плюсы, плюсы, выгоды, которые получает женщина от взаимоотношений с этим мужчиной. Возможно деньги, возможно его внимание, возможно его какое-то периодические правильные проявления. Отследите, если вы вдруг находитесь в таких взаимоотношениях, ответьте себе честно, а что хорошего я в этом получаю? Даже во всем кажется мрачным, этом всем, что в этом я получаю хорошего? И по-честному я вижу многих девушек, которые, знаете, из разряда, вот я курю, мне не нравится, что я курю, я хочу бросить, но продолжают курить. Вот так же и с мужчиной. Она говорит, мне плохо с мужчиной, мне плохо, но она продолжает с ним быть. Так вот, послушайте, если вы курите сигарету и когда-то потом планируете ее бросить курение, вы должны признать то, что прямо сейчас вам нужно это курение, вам это нравится и вам это доставляет удовольствие. Но когда вы уже бросите, тогда вы уже точно приняли решение, тогда вы уже не нуждаетесь в этом неком удовольствии. Следующая причина, которую я немножко упомянул в первой части, это да, с мужчиной плохо, но без него еще хуже. С ним плохо, он плохой, он делает, да, что-то хорошее, при этом делает много плохого. Да, с ним плохо, но без него хуже. Быть одинокой намного хуже. Лучше быть нужной хотя бы такому мужчине, чем никакому. Лучше быть, получать тепло хотя бы от такого мужчины, чем от никакого. Особенно часто так действуют и думают девушки, у которых есть ребенок, у которых есть двое детей, у которых самооценка на сегодняшний день ниже плинтуса. И она подсознательно убеждена, да кому я нужна? Я никому не нужна. Нормальному мужчине я не нужна. И у нее есть большой страх неопределенности, страх ненужности. И ей настолько это страшно, что она, ой, не, 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 как бы лучше я буду в этом. Но она этого не осознает. Она не признается себе в этих мыслях. У нее есть претензии к мужчине. Она хочет либо мужчину поменять, чтобы он улучшился. Но она не понимает, она не пытается разобраться, а почему я в этом во всем оказалась. На некоторые причины почему я вам уже тонко намекаю. А теперь, как мне кажется, ключевая, фундаментальная, корневая причина, почему женщины оказываются в таких непонятных отношениях, где мужчина не держит и не отпускает. Девушке уже, может быть, 20, 30, 35, 45 лет. То есть она взрослая, она уже далеко не ребенок. Но то, как она строит отношения с мужчинами, как она их выстраивает, ровно таким образом, как с ней выстраивала отношения ее родительская фигура, когда она была ребенком. Что я имею в виду? В большинстве случаев как было? Родитель был то любящий, то холодный, то теплый, то отстраненный, то строгий, жесткий, то мягкий. От кого зачастую это зависело поведение родителя? От каких-то проблем, которые были у родителя. Проблемы на работе. Родитель мог прийти и быть холодным, отстраненным ему было не до ребенка. Либо уволили с работы, либо какая-то ситуация в стране, либо поссорились между собой папа с мамой. И часто это зло они распространяли на своих детей. Я сейчас не обвиняю родителей, я просто описываю, как в большинстве случаев это происходило. И я думаю, что в большинстве семей до сих пор происходит точно так же. То есть улавливаете, да? То холодный, то теплый, то отстраненный, то внимательный. То я тебя люблю, и ты самый важный для меня ребенок, самый важный человек. То мне не до тебя, отстань от меня, и иди занимайся делами. То ты пятерку принес, принесла ты хорошая, то двойку ты плохая. То есть это тоже как недержание и не отпускание. Это холодно, горячо, это ближе, дальше. И важный пункт. Вспомните в этих отношениях. Кто принимал решение за то, что будет дальше в отношениях, в ваших отношениях с родителями? Кто принимал решение, что будет дальше? Ребенок принимает решение, либо взрослый родитель? Конечно же родитель. Потому что ребенок в данном случае кто? Жертва. Жертва. Он слабый. Потому что он ничего не решает. Он маленький. И лишь родители принимал решение, а как я дальше буду относиться к ребенку? Тепло либо холодно? И получается, тот же автоматизм раскрывается во взрослой жизни этой взрослой девушки. Вот то, как с ней строили отношения, так и она строит отношения с мужчинами. Такие отношения она выбирает, такие строит, и такие отношения она подсознательно считает нормальными. Потому что по-другому она-то не знает как. Да, может быть у нее есть теории, как ей хочется. Но она пока что делает как умеет. И что она делает? Во всех отношениях, где мужчина ее не держит, не отпускает. Она перекладывает ответственность на мужчину. Она ждет от мужчины решения. Потому что она в мужчине видит эту родительскую фигуру, которая должна принимать решение, что будет у нас дальше. Он хочет вернуться? Ой, он хочет вернуться. А что же мне делать? Да, тогда. Это же он хочет вернуться. То есть она в первую очередь думает о нем. И она проявляется в этих отношениях, как ребенок и родитель. Так как же перестать быть удобным вариантом? Как же сделать так, чтобы вы принимали решение? Как стать взрослой женщиной, которая сама знает, чего хочет? Как сделать так, чтобы вы были автором того, что в вашей жизни и в ваших отношениях происходит, не превращаясь в мужика, не превращаясь в маленькую пони, при этом развивая в себе женские качества, женственность, и при этом, чтобы мужчина видел в вас женщину, и он тоже был решительным и действующим? Я приглашаю вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который проходит в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций», который идет несколько вечеров абсолютно бесплатно. Мы разбираем темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, когда 1 плюс 1 равно 11. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке, успейте записаться бесплатно и до встречи. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь в комментариях, насколько это видео было для вас полезным. Спасибо и до встречи.